В эфире студия репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В СМИ сегодня появилась информация. Земельная комиссия Одесского горсовета рекомендует отдать почти гектар земли Одесской Юрокадемии. Причем землю планируют отдать на межрейсовой базе моряков. Что будет строиться, какой объект появится, сегодня узнаем из первых уст. У нас в гостях Светлана Асауленко, глава фракции Украинской морской партии в Гурсовете. Светлана, здравствуйте. Давайте разбирать по порядку. Издание Таймера публиковало сегодня информацию. Говорит, что земельная комиссия рекомендует отдать землю Юрокадемии. Вопрос внесен в повестку на 14 июня. Правда ли это? Знаете, я вот открываю интернет и читаю. Вуз Кивалова получит еще гектар под застройки. Да, громкие заголовки. Громкие заголовки. Все пытаются сделать из этого сенсацию. Знаете, да, действительно в городе Одессе сенсация. Потому что никакое учебное заведение не развивается такими темпами, как вуз Кивалова. Извините за фамильярность. Обращаюсь к первоисточнику. То, что Национальный университет Одесской юридической академии строит корпуса и общежития. Покажите, пожалуйста, где еще в нашей стране, в каком регионе строятся и развиваются учебные заведения. То есть вы думаете, громкие заголовки связаны, наверное, с фамилией учредителя, да? Безусловно. Безусловно, во-первых, мы подходим, подошли к лету. Где-то информационное такое затишье может быть. И средства массовой информации, необходимые яркие заголовки, нужные сенсации. Знаете, мне очень хочется, чтобы наши средства массовой информации делали сенсацию действительно с того, что созидается в нашем городе. Хорошо, давайте тогда скажем всем тем, кто клюет на громкие заголовки, да, разъясним, объясним, что же будет действительно на самом деле. Вот какой объект появится? Потому что, ну, пишут многое, пишут, что это будет замаскированный жилой комплекс, замаскированный под общежитие для преподавателей юридической академии, разное, пишут, что будет на самом деле. Смотрите, я хотела бы вернуться к началу требования Министерства образования, чтобы все учебные заведения привели в соответствие к одному образцу документацию по земле, по недвижимости и помещениям. Я подчеркиваю, требования Министерства, чтобы все учебные заведения под своими зданиями и сооружениями отвели землю. Это раз. Второе, я подчеркиваю, что земля отводится собственником помещения, под которым отводится земля, является министерство, собственником является государство в лице Министерства образования и науки. И у юракадемии эти здания и сооружения находятся лишь на балансе. То есть есть учебное заведение, есть Министерство образования, учебному заведению нужно развиваться. Государственное учебное заведение. Государство владеет землей, владеет, собственно говоря, всем теми объектами. Землей сегодня владеет город, государство владеет зданиями и сооружениями в лице Министерства. Поэтому я подчеркиваю, что это государственная собственность, собственность государства в лице Министерства образования и науки, которая находится на балансе Национального университета Одесской юридической академии. Я подчеркиваю, что уже начата реконструкция, все разрешения получены, и реконструкция начата общежития и учебного корпуса. Знаете, я прошу всех, кто делает яркие и громкие заявления, пойти и посмотреть, в каком состоянии находятся помещения, в каком состоянии находятся корпуса, которые юридическая академия за собственные заработанные деньги, не потратив копейки бюджетных денег, реконструирует для того, чтобы наши дети, которые мы проводим профориентационную работу, чтобы ехали в Одессу. Потому что если едут в Одессу, создаются новые рабочие места. Центр студенчества в Одессе, юг Украины, я считаю, что это прекрасно, мы боремся за это звание, мы по заслугам его занимаем, и мы будем продолжать развиваться, строить учебные корпуса и общежития для наших студентов. Я так поняла, реконструкция там проходит? Конечно, я хочу сказать, что общежития будет порядка тысячи человек, смогут студентов, так как у нас набор увеличивается, желающие поступить в юракадемию с каждым годом все больше и больше, значит у нас есть необходимость и потребность в новых площадях для того, чтобы студенты жили в комфортабельных общежитиях. К общежитию юракадемии каждый доброжелатель, либо недруг может пойти, убедиться, увидеть собственными глазами. И в настоящий момент там порядка трех тысяч квадратных метров, будет порядка шести тысяч квадратных метров, это учебные корпуса. Учебные корпуса. Там, где будут жить студенты? Нет, учебные корпуса и общежития. Учебный корпус и общежитие. Учебный корпус строится по уникальным технологиям, это огромные лектории, которые студенты, вы видите, к нам приезжают лекторы, читают лекции с Америки, с Европы, абсолютно интереснейшие преподаватели. И когда национальный вуз получит очередной новый корпус, где будут заниматься наши с вами детки, я считаю, что это прекрасно. И из этого нужно действительно делать сенсацию. Слана, вы говорили, что вот пусть пойдут и посмотрят, в каком там состоянии здания, которые реконструируют, в каком они состоянии, да, те, кто не доберется. То есть там есть определенные постройки, которые уже вышли из своего, так скажем, товарного вида, да. Знаете, я хочу сказать, в принципе, такой, знаешь, небольшой экскурс, так как они находились, эти помещения, это не то, что Юракадемия что-то не уследила. На балансе Министерства транспорта, ЧМП, известная, да, которая... Ну, речь идет о межрейсовой базе, понятно, кому она принадлежит. Да, идет речь о межрейсовой базе, бывшей межрейсовой базе. Соответственно, здания и сооружения находились на балансе Министерства транспорта. К сожалению, такого предприятия, как ЧМП, уже не существует. Соответственно, за весь этот период несуществования этого предприятия сооружения... Пришли в упадок, наверное. Конечно, пришли действительно в упадок. Они были переданы Министерству образования и взяты на баланс Юридической Академии для того, чтобы развивать учебный процесс в нашем любимом городе. Какие там здания? Там многоэтажки, да, там, что там было раньше, до этого? Там корпус столовой, общежитие, которое сегодня работает и в котором живут студенты, оно будет увеличиваться и расширяться, потому что площадей нам не хватает. Поэтому ничего крамольного и зазорного нет. Говорили о том, что Кивалов не будет строить школу. Я не знаю, все проезжают и видят это шикарное здание, которое находится на финальной стадии строительства. И мне кажется, сегодня уже ни у кого не поднимается рука или не поворачивается язык сказать, что это будет что-то другое, а не школа. Скажите, кто сейчас в это сложное, тяжелое финансовое время, кризисное время строит учебное заведение? Знаете, только Кивалов. И из этого нужно делать сенсацию. Давайте нарисуем такую картинку, проект для зрителей и для себя, как будет выглядеть то новое, тот новый объект, который сейчас планируется строить, который сейчас реставрируется. То есть, я так понимаю, учебный корпус, да, вы сказали. И общежитие. На сколько мест, какие условия будут проживания, вот что там будет? Общежитие планируется на тысячу мест. Условия проживания будут согласно всем европейским стандартам, потому что Национальный университет Одесской юридической академии, это то учебное заведение. Я думаю, аналогов, не думаю, а знаю точно, аналогов в нашей стране нет. И когда приезжают иностранные гости, либо гости из Киева, они удивляются, сколько можно вкладывать денег в развитие и строительство общежитий. К примеру, общежитий для студентов, знаете, а студенты, студенты Национального университета Одесской юридической академии, это будущая элита нашей страны. И они, мы настаиваем, чтобы они жили в достойных условиях. И на этом настаивает руководитель Кивалов Сергей Васильевич, знаете. А то, что нет другие, прикрываясь его именем, делают себе яркие заголовки и делают себе рейтинги, ну, знаете, это политика, это жизнь. Еще раз говорю, давайте делать сенсации, созидание и строительство. Сколько на данный момент общежитий у юридической академии, какое-то это будет по счету? Не могу сказать точно, сколько общежитий, но огромное количество, порядка 10 общежитий только в городе Одессе, так как Национальный университет имеет общежития и в Киеве, и в других регионах. Это огромное количество площадей, где проживают наши детки. Вот такая формулировка в межречесовой базе моряков, возможно ли строительство, да, вот тоже пишут в некоторых статьях, в некоторых СМИ, возможно ли там строительство, и вот, да, что вы скажете? Конечно, возможно, то есть все проводится в рамках действующего законодательства. Еще раз подчеркиваю, что выделение земли, с которой делают сенсацию, это требование Министерства образования, приведение в соответствие с указом Министерства учебных заведений, учебные корпуса, они все вузы сегодня отводят себе землю, и это требование Министерства. Есть ли уже информация о том, какой факультет там будет размещаться, или студенты каких факультетов? Студенты смотрят, возможно, уже кто-то захотел, да, вот пожить в новом общежитии, кто-то уже ждет пока, но дореставрируется и достроится. Знаете, ну, мы стараемся идти в ногу со временем, мы стараемся открывать те специальности, которые максимально востребованы сегодня, актуальны, которые хотят видеть сегодня наши молодежи. Знаете, открытие юридической журналистики, журналистики вообще в Национальном университете Одесской юридической академии, ну, такой нестандартный, наверное, ход для классического юридического вуза. Открытие специальности психология, политология, но это актуально и востребовано сегодня, поэтому мы открываем новые специальности, исходя из запроса из общества. Что, в чем есть потребность, в каких специальностях есть потребность, что интересно о молодежи, и, соответственно, если мы беремся, да, учить молодежь новым специальностям, мы должны обеспечить им нормальные условия обучения для того, чтобы, знаете, ну, это 5 лет жизни. Я хочу сказать по себе, что я также была иногородным студентом. Тоже жили в общежитии? Сначала на первом курсе я жила в Мирном, на 9-й станции Фонтана, на последних курсах и первых курсах аспирантуры я жила в Фемиде на улице Академической, и, знаете, никто, я не понаслышке знаю, насколько важны комфортные условия проживания в общежитиях. И я, насколько, я знаю сама, как вот ревностно относятся ребята с других учебниками, когда они попадают в общежитие и говорят, а что это общежитие, это разве там не гостиница, и вы платите, послушайте, студенты Юрокадемии за общежитие платят порой, мы проводили статистику, порой меньше, чем студенты других общежитий, где валится потолок, нет воды. И, понимаете, поэтому, знаете, ну нужно стремиться к лучшему, нужна работа для того, чтобы было лучше, и, в принципе, всех призываем нам помочь в этом. Есть еще такой вопрос, вы работаете в горсовете, да, и знаете о ситуации с вузами в Одессе, вуз Юрокадемия развивается, мы видим, да, что вот уже необходимы новые корпуса, новые учебные корпуса, новые общежития. Какой еще вуз в Одессе также развивается вообще, есть ли такое развитие? Кто еще строит новые корпуса, реконструирует старые здания для того, чтобы студентам было где учиться и было где жить? Знаете, мне очень не хотелось бы обижать других ректоров, потому что я была, в принципе, активным студентом еще в бытность студенчества, молодежный совет, побывала фактически во всех учебных заведениях нашего города. И, к сожалению, могу констатировать, что вот как я была студенткой 15 или 17 лет назад, так и сегодня ничего не меняется. И это прискорбно и обидно, потому что государственное финансирование, юридическая академия наверняка получает не такое большое по сравнению с национальными. Еще раз, не хочу говорить, не хочу упоминать, не хочу обижать ректоров, но, знаете, нужно работать не только на собственный карман, но все-таки на имидж и престиж нашего города. Нужно работать на имидж и престиж учебного заведения. Знаете, тогда вас будут выбирать в народные депутаты, будут относиться одесситы с уважением и признанием. Поэтому все достаточно просто. Нужно работать для людей и на людей, чем и занимается Кивалов Сергей Васильевич, как президент Национального университета Одесской юридической академии, как народный депутат. Поэтому, наверное, труд и баланс во всем дает те результаты, которыми может гордиться юракадемия. Что ж, спасибо, Светлана. Я напомню, что в гостях сегодня в студии репортера была Светлана Асауренко, глава фракции Украинской морской партии в Горсовете. И говорили мы о реконструкции и строительстве нового общежития и нового учебного корпуса Одесской юракадемии. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Частливо. Всего доброго.